Всем привет, это Рекина. И сняв после двух- или трехдневной абстиненции наконец-то видеоотчёт о неделе под номером 3 в 2014 году, я вошла во вкус и решила вдогонку показать вам всё, что приобрела сегодня съедобного и несъедобного в магазине под названием TUM и произведённого под их так называемой домашней маркой Я. Так что получится у нас сегодня своеобразный S-HOWL, S от слова ESN, а именно еда. Как я уже говорила, тут будет пара продуктов, которые я бы никому не советовала пробовать на зуб, но тем не менее объединяет все эти продукты, то, что приобрела я их в одном и том же месте, и произведена они одной и той же маркой, заодно, если кому-то интересно, может узнать, как и чем питаются бедные немецкие люди или богатые немецкие люди, которые по каким-то причинам живут в том же модусе, что и я, а именно 10 евро в день. Итак, давайте приступим. В общей сложности счёт у меня сегодня был на 19 с чем-то там, но не все продукты были произведены вот этой самой маркой Я, поэтому всё, что к ней не относилось, я оставила за кадром, покажу вам то, что действительно как бы подходит к концепции нашего сегодняшнего S-хаула. Итак, под номером один у нас идут нугатбиц, это такие, но это не совсем уже цериали, здесь очень много сахара, это такие подушечки, набитые шоколадным кремом. Может быть, кто-то сможет что-то разглядеть на этой картинке, а может быть, кто-то что-то подобное кушал. Они были уценены на 10 центов и стоили 1 евро 89 по сравнению с тем, что они стоят во всех других магазинах, а именно 1 евро 99 центов, мне реально удалось сэкономить. Следующим пунктом программы идёт вот такой вот плавленый сырок, который я использую при приготовлении морковного супа. Как-нибудь я расскажу и покажу вам весь этот процесс. Я не знаю, буду ли я готовить морковный суп в ближайшее время, но хорошо всегда иметь плавленый сырок дома, потому что, во-первых, он подошёл к концепции моего S-хаула, во-вторых, потому что его можно, в крайнем случае, намазать на хлеб. Ну и, опять же, морковный суп готовится очень легко и просто, хорошо, когда плавленый сырок под рукой, и у вас не бывает никаких проблем, потому что картошка, морковка и лук, все остальные составляющие этого супика, они у меня дома есть практически всегда. 89 центов стоило этот сырок. Следующим пунктом нашей программы идёт молоко. Молоко 3,5% жирности, и в связи с этим стоило оно 69 центов. 1,5% стоит 65 центов. Как вы видите, вот так вот поживёшь на 10 евро в день и научишься запоминать подобные цены просто вот так. Остем FF. Так, единственный продукт, который не совсем относится к... не совсем входит в программу, это зубная паста, тоже домашней марки, магазина TUM, но марки, но не буду говорить конкурирующейся, а просто другой марки, а именно REVIA, это вторая домашняя марка TUM. В общем, это большой конгломерат магазинов. Зубную пасту я приобрела, потому что не могла её не приобрести, моя предыдущая закончилась, пускай будет. Зато зубные щётки, они опять-таки самые, что ни на есть 55 центов, кстати, зубная паста, если забыла сказать. Зубные щётки, они вот прямо напрямую, опять-таки фирмы Я, две щётки за 65 центов, по-моему, отличная цена. Я потом расскажу, как они чистят, потому что, по-моему, в первый раз я приобретаю мягкие зубные щётки. Обычно я беру средней жёсткости, но мне так понравились цвета, что я решила поэкспериментировать немножко. На крайняк 65 центов не такие деньги, чтобы вот прямо обливаться слезами, если что-то мне там не подойдёт. Следующий пункт программы – это пачка кофе. Кофе у нас стоило 2 евро 65 центов. Ну, что могу сказать? Кофе вы насыпаете в такой вот фильтр-мешочек и завариваете себе кофе. И, типа, можете начинать новый день своей жизни или вечер, кто в какое время суток предпочитает просыпаться. Ещё один пункт нашей программы – это упаковка сыра. Здесь 250 граммов, разные сорта сыра. Нарезка 4 кусочка эдамера, 2 кусочка тильзетера и 1 кусочек эменталера. Я его уже съела. 1 евро 35 центов. Поехали дальше. Приятного аппетита. Вот здесь я, честно говоря, не помню, стоило ли всё это богатство 1 евро 9 центов или 1 евро 15 центов. Я склоняюсь к 1,09. Когда я найду чек из магазина, я вам обязательно скажу, что же это было. Если не забуду, конечно. Это у нас упаковка салями. 200 граммов. С нежным мясом индюшатины. Я боюсь себя спрашивать о том, что же включает в себя это салями, кроме нежного мяса индюшатины. Потому что всё-таки с и из – это для меня разные вещи. Ага, да, здесь можно. Оно понятно. Свинина. Свинина с нежной индюшатиной. Предполагаю даже, что не напополам. Да, тем не менее, евро 9 центов. Кто хочет что-то эксклюзивного, пускай идёт к мяснику. У нас остались ещё несколько магазинов в Гамбурге, где можно поесть мясо для богатых. However, предпоследний пункт моей «Я» программы – это упаковка тостов за 55 центов. Они практически везде по Германии, вот эти no-name фирмы, идут в такую цену. То есть, в принципе, удалось мне сэкономить сегодня только 10 центов на Nougat Beats. Тем не менее, ну, сами можете посчитать, что-то у нас там 25, 26, 27, 28 рублей. В общем, нормальная цена за такую, за полкило белого хлеба, из которого мы делаем французский тост преимущественно. Да, и опять же, что-то несъедобное, но радующее мой глаз – упаковка салфеток. К сожалению, мой приятель Сандо постоянно вытирает ими руки, поэтому они расходуются очень быстро. Я покупаю их редко, но иногда покупаю, потому что мне нравится иметь что-нибудь зелененькое на столе. Если уж я в этом году не приобретала елку и давным-давно не покупала листья монстеры, потому что не могу их больше найти в своем любимом цветочном магазине, вот у меня салфетки будут украшать стол вместо монстера. Ну, как бы, как бедным людям и положено почину. 55 центов и, как бы, вот тебе дедушка и чего-то там. Всех люблю, целую. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Если не интересно, то тоже не страшно, потому что я снимала его для себя. Но если было интересно, супер. Я очень за вас рада. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. До скорых встреч в YouTube-эфире. Успехов в труде и учебе. Любви и счастья. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова